Задним столом с первым вице-спикером областной думы представители молодежных организаций. На повестке дня вопрос, для чего необходимо создание народного фронта в нашем регионе и какое участие в нем примет молодежь. По словам Виталия Лихачева, парламентарии всегда стремились к диалогу именно с организациями, объединяющими тех, кому не больше 30. Ведь молодежь зачастую смотрит иначе на многие проблемы. У нас где-то глаз, как говорится, замыливается, и где-то мы черствеем, встречаясь уже за свои годы часто с какими-то проблемами. Где-то мы считаем, что мы научились расставлять приоритеты, считаем, что вот это важнее, и вот это нужно делать, а вот это подождет. На самом деле они ведут все это по-другому, и мелочей для них не существует. То, что нам кажется, вот неважно, оно подождет, для них вот это очень важно, и как раз для них приоритет в другом, да, для них вот эта мелочь, она стоит на первом месте, ее нужно решать. И на самом деле они же полноправные члены общества, и мы этим должны заниматься вместе с ними, значит, кто-то нам должен на это показывать. В разговоре с депутатом молодых людей интересует буквально все о создаваемом народном фронте. Кто может войти в новое объединение, кто уже изъявил такое желание, как будет строиться работа коалиции общественных сил. То, что услышали молодые люди, им понравилось. Все они высказали одобрение инициативе, предложенной Владимиром Путиным. Мнение нашей организации касаемо поддержки Общероссийского народного фронта положительное. Те идеи, которые высказал Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер на конференции, которая прошла на нашей земле 5-6 мая, нами поддерживаются. К слову, как пояснил на встрече Виталий Лихачев, народный фронт создается как минимум на 5 лет. А желание вступить в него уже заявили объединение предпринимателей, профсоюзные, женские, детские и общественные организации. Все вместе они будут работать над созданием долгосрочной программы развития страны. Молодежь в свою очередь предложила помощь в усилении патриотического воспитания подрастающего поколения, а также в борьбе с коррупцией.